Несколько десятков чиновников Акмолинской области за последние пять лет попали в поле зрения областного совета по этике. Чиновники ездят за рулем в нетрезвом состоянии, нецензурно выражаются и распускают руки. В отношении провинившихся принимаются самые жесткие меры. Насколько они действенны, расскажут мои коллеги. Почему не сообщаешь, Волин? Я записал, чтобы когда вы придете, чтобы сообщить сразу же. Может, я не приеду? Вот такой некультурный разговор своего шефа записал сотрудник Акимата села Садовое. Не выдержав унижения, молодой специалист запись обнародовал. Резонанс, конечно, был обеспечен. Правда, бранный диалог на совете по этике так и не прослушали. Сельского Акима от посещения совета спасла, как не парадоксально, болезнь. А вот оставить за собой кресло другому Акиму не удалось. Глава Бурабая Талгата Монтаев оказалась не прочь под шофе за руль сесть. Группейший на Украинского кодекса рекомендовать Акиму Кургалжинского округа наложить Амонта в адресискане в виде увольнения от взаимодействия. Фактов, когда сами же государственные служащие порочат свой высокий статус, немало. То выругаются некрасиво, как женщина Аким села Интернациональная, то подерутся, как глава Кургалжинского сельского округа. Избиение им несовершеннолетнего вызвало большой общественный резонанс в прошлом году. Во всех случаях неэтичные, мягко говоря, Акимы уволены по отрицательным мотивам. Все рекомендации, выработанные Советом по этике, они исполняются 100%. На сегодняшний день неисполненных рекомендаций нет. Данные Акимы были привлечены различным видом дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения занимаем даже все. За последние три года рассмотрено порядка 60 подобных дел. В списке лидеров любители нахамить, покататься в нерабочее время на служебном авто, иногда нетрезвыми, а также вмешиваться в частную деятельность. Эксперты такое поведение, конечно, не одобряют, но просят не забывать. Все мы люди, вот и не выдерживает иногда нервная система и дает сбой. Чиновники не марсиане, чиновники выходцы из общества, представители этого же самого населения. У нас нет отдельных каких-то социальных групп, каст, которые живут обособленно друг от друга. Это представители одного и того же народа. Если в чиновничьей среде где-то появляются факты грубости или некорректного обращения друг с другом, то значит это отражение, зеркальное отражение состояния общества. Государственные служащие должны быть честными и скромными, а их поведение эталонным. Примерно так прописано в этическом кодексе. Вот только с приходом к власти многие забывают, кому должны служить. Хотя это может все издержки профессии. Они ведь не марсиане, и ничто человеческое им не чуждо. Азамат Каджанов, Анатолий Поляны, итоги дня, Акмолинская область.